После начала Великой Отечественной был сформирован Государственный комитет обороны, ГКО, во главе со Сталином, Молотовым, Берей, Ворошиловым и Микояном. Комитет просуществовал до конца войны. Он обладал не только высшей политической властью, но и решал хозяйственные вопросы. Его постановления разрабатывались при содействии наркоматов. Большинство имели гриф «секретно». Некоторые касались военного имущества и его сохранения. Проблема вороства ценных ресурсов угрожала стать повсеместной. Например, 19 марта 1942 года Трибунал блокадного Ленинграда рассмотрел дело о хищении 25 килограммов масла по предварительному сговору. К расстрелу были приговорены двое солдат войск НКВД и работница железной дороги. Стрелочница путей получила 10 лет лагерей. В этой связи интересен приказ Народного комиссариата обороны о мерах наказания захищения и разбазаривания военного имущества, выпущенный в марте 1942 года, и схожее постановление Комитета об охране военного имущества в военное время. Руководство страны тогда серьезно обеспокоилось тем, что грузы во фронтовой и при фронтовой зонах не хранятся надлежащим образом, отчего быстро приходят в негодность. Документ также предписывал осуществлять возврат мешков, бутылок, бочек и прочие тары на окружные склады. Командующим соединений давалось полмесяца на ревизию имущества и расследование случаев воровства. Комиссариат обороны констатировал, что некоторые командиры и политруки никак не препятствуют кражам со стороны проходимцев, а коменданты железнодорожных узлов пользуются своим положением для сбыта продовольствия и горючего. Упоминалась и плохая охрана во время пути следования по дорогам подвоза. Отмечалось, что в общей неразберихе некоторые водители, находящиеся без охраны и надзора, умышленно отстают от колонн, задерживаются и теряют имущество, а затем продают его. Теперь конвоем предписывалось иметь специальный лист, где фиксировались такие данные, как вес перевозимого груза, время отправки и маршрут движения. При выявлении недостачи и при отсутствии доказательств у ответственных лиц, что они не виноваты в потерях, их безотлагательно ждал военный трибунал. Причастных к воровству предлагалось беспощадно карать по всей строгости советских законов, в том числе с применением высшей меры наказания. Этому мог поспособствовать тот факт, что численность военных судей на начало 1942 года превысила довоенные показатели почти в пяти раз. За спекуляцию продовольствием можно было попасть в штрафные подразделения. Впрочем, точное количество осужденных и расстрелянных за хищение военного имущества назвать трудно. Кроме того, к ответственности привлекались и гражданские лица. Известно только, что воровство военного имущества не было самым распространенным преступлением среди красноармейцев. Согласно данным Генштаба, из 999 500 осужденных солдат почти 40% проходили по делу о дезертирстве. Продолжение следует...